Добрый день, уважаемые подписчики моего канала! С вами Руслан Михайлов, политобозреватель. Сегодня с вами поговорим о депутате, есть такой депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, генерал в отставке. Его брата недавно посадили, об этом спишут все российские СМИ новости. Михаила Гурулева отправили в колонию строгого режима на шесть лет. За два дня до приговора его брат из нижней палаты парламента Андрей Гурулев призывал вернуть в России сталинские репрессии, чтобы улучшить дисциплину. Вот видите, как рвался нам сталинские репрессии, хотел нам вернуть в Соловьеве Лайве, это говорил он главному пропагандисту нашему Владимиру Соловьеву, и мы видим, что спустя какое-то время его брат попал сам под репрессии. Ну что там, в чем его обвиняют, его брата? Кстати, я хотел напомнить, что это его троюродный брат. Бывшего руководителя краевого предприятия автомобильной дороги Забайкалья осудили за взятки в 1,3 миллиона рублей. 1 миллион 300 тысяч рублей. Да, большая сумма. Суд установил, что с 20 по 21 годах руководитель предприятия лично и через посредника 6 раз получил от представителей ООО «Дорекс» и ООО «Дорострой» взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг, сообщила об этом пресс-служба прокуратуры Забайкалья. Вот видите, депутат Государственной Думы Андрей Гурулев нам хотел вернуть сталинские репрессии, но он забыл посмотреть, что у него не все гладко в семье. Михаил Гурулев – это его троюродный брат, все равно входит в круг родственников. Я считаю, что у нас депутаты много говорят и не думают. Я вообще советую Гурулеву, при чем делать такие громкие заявления насчет возвращения сталинских репрессий, немножко посмотреть на себя, посмотреть на свое окружение, с кем ты живешь. Поэтому видите, как получается, если мы сейчас будем возвращать сталинские репрессии, я уверяю вас, что если нам вернуть сейчас, допустим, 42-43 года или 30-е годы, да уверяю, уже Гурулев сам бы уже сел бы. Потому что тогда, если там родственник, допустим, в авроводстве был там замечен, то наверняка бы шли и ближние родственники. И хотя я хотел бы напомнить, чтобы Гурулев был уволен либо с депутатов. Потому что если чиновник в то время, его родственник там в кражах где-то привлекался, то и уже его родственник, если там где-то сидел на другом посту уже снимали. Такая тенденция была. И кстати, я хотел бы напомнить, я еще по Гурулеву, по Андрею Гурулеву, депутату судьбу, я еще сделаю отдельный ролик. Я хотел бы напомнить, что он в далеком прошлом, когда он еще в армии служил, там какой-то пост он занимал, тоже по нему возбуждали уголовное дело. Кстати, по Андрею Гурулеву. Вот мне вопрос. А потом его остановили. А потом спустя какое-то время он стал депутатом. А сейчас мы видим его, Михаил Гурулев, родственник, троюродный брат, садится в тюрьму за взятку строгого режима на шесть лет. Я считаю, что, ну, можете со мной многие не согласиться, что Гурулеву пора сложить мандат депутата Государственного дома. И лично для меня, как человека, гражданина нашей страны, я считаю так, что депутат не имеет права занимать пост, если у него ближайшие родственники занимаются взятничеством. Ну, были привлечены к суду и все. Я считаю, что брат за брата должен отвечать. Ну, во-первых, и сам Гурулев нечист. Я хотел бы напомнить, что на Гурулева возбуждали уголовное дело, а потом по каким-то соображениям его остановили. У меня этому депутату нет доверия. Нет доверия. Я считаю, что президенту Владимиру Путину пора начинать серьезные чистки. Серьезные чистки. А почему я должен доверять Гурулеву, депутату Государственной Думы, если у него ближайший родственник, а тоже родственник, извините, был пойман за взятку и посажен в тюрьму. И плюс у Гурулева само в прошлом кое-что есть. Почему по Гурулеву остановили уголовное преследование? Хотя это установили факт, а потом перестановили, замыли. А потом спустя какое-то время становится он депутатом Государственной Думы. Это как так понимать? И еще. А почему депутату позволено говорить такие вещи? А нам нужно вернуть вот эти сталинские репрессии. Это безобразие какое-то. Кто он такой? Гурулев. Он пускай со своим братом разберется, почему он у него сел за взятку. А потом делает на всю страну такие заявления. А давайте мы перейдем, где он заявлял. Вот смотрим. Вот скрин. Конечно же, в описании видеоролика будет ссылка на этот источник. Переходите, смотрите, где он там красовался у Соловьева. Депутат Госудумы Андрей Гурулев предлагает вести понятие враг народа и призвал не бояться репрессий. Потому что сейчас это необходимо. То есть, слушайте, читайте. Нас депутат Госдумы Андрей Гурулев, которому в прошлом возбуждалось уголовное дело, потом его замяли. Спустя какое-то время он становится депутатом Госдумы. Нам говорит, что пора ввести в нашей стране понятие враг народа. А вопрос, а его брат тоже попадет в это понятие враг народа? Вот. И призвал не бояться репрессий. Вопрос, а кто будет проводить репрессии? Гурулев, что ли? Который в прошлом своей жизни, когда он в армии служил, привлекался к уголовной ответственности. И у которого братик сел за коррупцию, за взяточку на 6 лет. Я считаю, что депутат, при чем он говорит такие заявления, должен думать. Он должен быть чистым, чистокристальным человеком. Не должно быть у него в прошлом никаких пробелов. Ни у него, ни у его семьи. Вплоть там до двоюродных, троюродных братьев и сестер. А мы видим, что у него самого-то в пушку роется, да? И он нам такие заявления делает. И вообще считаю, что вот такие заявления должен делать не депутат. Если хочет там вводить репрессии, пускай нам Владимир Путин выйдет и скажет. И вообще считаю, что у нас в стране безобразие творится. Куда смотрит наш президент? Это безобразие. Я считаю, что президенту пора наводить порядок в Госдуме. Потому что у нас депутаты, ну извините, при чем принимать нормальные законы, нам приходят к пропагандистам и несут какую-то ерунду. И еще, если у нас идет СОО. Гурулев у нас, кто у нас там генерал, да? А вопрос, а почему он не на фронте? Почему он не на передовой? Ну, пускай идет Родину защищает. И считаю, что депутаты, которые имеют в прошлом звание генералов, полковников, лейтенантов, их надо убирать с Госдумы и отправлять на фронт. Вот и все. Они опытные, тем более он генерал, он у нас командиры нуждается. Почему он не на фронте? А чешет языком. Мне это не нравится. Вот так вот. И что он там дальше еще говорит? Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке. Всех ждунов всю эту не буду озвучивать. Хочу ли я сталинских репрессий? Пусть будет так. Мой дед прошел всю войну и в 2006-м посадили по этой статье. Отсидел 9 лет, потом его реабилитировали. Стоп, стоп, стоп. Оказывается, у него дедушка сидел. А я еще раз хочу сказать. А почему у нас депутатами становятся, если у них деды там сидели? Я против того. Давайте будем чистой... Чистая власть у нас должна быть. Вот и все. Значит, видите, у них родственное вот это выходит. Ну да, выходит, да. Ну что я могу сказать? Это скандал. Это скандал. И Путину пора серьезно проводить чистки в правящей партии, в Единой России. Мы видим, что там не все чисто в Единой России. Да и в Госдуме походу. И считаю, что депутатам, я считаю, запретить делать серьезные заявления, которые произносит Андрей Гурулев. Я не согласен этим депутатам и недоволен. Я считаю, что в нашей стране никакие репрессии нам не нужны. А если они начнутся, то начнем с Гурулева. Вот так вот. То есть так дело пошло. Поэтому я считаю, что, конечно, это скандал. Все, что происходит с Гурулевым. Что-то мне сердце подсказывает, что Гурулева могут скоро убрать из депутатов. Или дождутся, когда он срок отсидит, но мне кажется, за него народ уже не будет голосовать, когда будут следующие выборы. Ну, поживем, увидим. То, что у нас в обществе, в России происходит несправедливость, это факт. Вопрос, почему Путин закрывает свои глаза на это. Я не понимаю. Чистки нужны. А если чистки проводить, то надо везде проводить. Вот. Поэтому и с коррупцией у нас беда в стране. И пятая колонна у нас здесь бушует. И все-таки пора наводить порядок. И об этом должен объявлять не какой-то там депутат Гурулев, а готовящийся там чисток и все остальное. А должен выйти в эфир Владимир Путин. И без всяких там Песковых и Медведевых объявить. Уважаемые граждане, я начинаю чистки. Вот и все. И начинать надо-то не с простого люда, а вот с таких Гурулевых, которые сидят в Госдуме, получают по 500 тысяч зарплату. Наверняка там у них бизнес где-то есть. И еще нас учат жизни. Просто у люда пенсии маленькие, зарплаты минимальный мрот 16 тысяч. Вот кому надо прибавлять уровень зарплаты. А депутатам надо уменьшать. Пускай они проживут на нашу зарплату и посмотрим. Поэтому несправедливость есть. И мы вот видим, что в семействе у Гурулевых беда. Брат-то сел на 6 лет за взятку. Интересно, как Гурулев будет в Госдуме смотреть своим однопартийцам в глаза. Делаем вывод, кто нами управляет. С вами был Руслан Михайлов, политобозреватель. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, что на эту тему думаете. До скорой встречи. До свидания.